Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. В связи с тем, что в Украине участились случаи массовых пищевых отравлений, запорожские медики дадут советы, как не стать жертвой острой кишечной инфекции. В гостях у нас сегодня. Заведующая санитарно-гигиеническим сектором Запорожского городского управления Госанепидемслужбы в Запорожской области Елена Леонидовна Ананьева. Исполняющий обязанности начальника управления ветеринарной медицины в городе Запорожье Сергей Анатольевич Приходько. А также заместитель главврача областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный инфекционист Департамента охраны здоровья Запорожской облгосадминистрации Ирина Борисовна Иванова. К наиболее частым причинам, которые вызывают острые кишечные инфекции, относят сальмонеллы, вызывающие сальмонеллез, шигеллы, вызывающие дизентерию, также условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают острые инфекционные гастроэнтероколиты. Если говорить о статистике, то за 9 месяцев текущего года в лечебное учреждение с диагнозом острые кишечные инфекции обратилось более 3,5 тысяч населения нашего города. Основными из установленных факторов передачи, конечно же, был в 95% случаев пищевой фактор. Проведя санописслужбой мониторинг пищевых продуктов, на первом месте, это 40% случаев, оказались молоко и молочные продукты. Далее мясные, рыбные, кондитерские изделия, также яйца, овощи и фрукты. Сезонная проблема является отравление грибами. В настоящее время, за сентябрь-октябрь, обращались за медицинской помощью 8 человек нашего города, употреблявшие в пищу грибы, которые собирались вдоль трасс, в парках, в парковых зонах, а также привезенные с западной Украины. Что поражает, что грибами отравились также дети, которые с мамочками гуляли в парках, в скверах, собирали грибы и сырыми употребляли. Поэтому, обращаем внимание еще раз, санописслужба ежегодно предупреждает о том, что в городе Запорожье не растут съедобные грибы. Они, как грибы, очень опасны в том плане, что собранные возле дорог, возле трасс, они, как губка, накапливают соли тяжелых металлов, радионуклеиды, пестициды и являются причиной токсического отравления. Также очень опасное пищевое отравление – это батулизм. Возникает от употребления недоброкачественных пищевых продуктов, в том числе приготовленных дома. Это рыба вяленая, мясные консервы. Поэтому, обращаем внимание жителей нашего города о строгом соблюдении технологий приготовления пищевых продуктов. Следует обратить внимание на то, что недоброкачественные пищевые продукты в большей части приобретались на стихийных рынках. Поэтому убедительная просьба жителей нашего города не приобретать на стихийных рынках сомнительного качества пищевые продукты. Так как там отсутствует холодильная цепочка, отсутствуют холодильники, отсутствуют документы на пищевые продукты, отсутствуют медицинские книжки у реализаторов, гарантировать качество реализуемых товаров на стихийных рынках невозможно. На территории города Запорожье осуществляют свою деятельность 3 молокоперерабатывающих предприятия, 4 рыбоперерабатывающих предприятия, 8 мясоперерабатывающих предприятий. 52 предприятия занимаются хранением и реализацией необработанных пищевых продуктов животного происхождения, согласно работе которых ветеринарные врачи контролируют безопасность и качество реализуемой продукции. С последующим оформлением необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают их безопасность и качество. Отдельным пунктом хочу отметить, что на территории города Запорожье существует 18 агропродовольственных рынков, на которых расположены и размещены лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Для сведения горожан я хочу сказать следующее, что без разрешения лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы реализация запрещена. Также запрещена реализация мясных продуктов домашнего приготовления, ввиду того, что отсутствует контроль за процессами их приготовления. За первое полугодие 2013 года специалистами ветеринарной медицины, в частности лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы, которые расположены на рынках города, провели почти 350 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз, в том числе говядины, свинины, молока, кисломолочных продуктов, овощей и фруктов. С начала года на рынках города выявлено два случая бычьего цепня, в которой болеет человек. 270 килограмм опасного запрещенного мяса в реализацию не было допущено и утилизировано на специализированном предприятии. Граждане имеют полное право потребовать у продавцов документы, которые подтверждают безопасность и качество реализуемых продуктов. Ввиду их отсутствия появляется сомнение о их происхождении. Также опасно для здоровья приобретение продуктов питания, необработанных мясных продуктов на стихийных рынках, на которых абсолютно отсутствует контроль за безопасностью и качеством реализуемых товаров. Уважаемые граждане города Запорожья, пожалуйста, берегите собственное здоровье и здоровье ваших близких. Прежде всего я хочу сказать, конечно, что такое пищевые отравления, пищевые токсикоинфекции, как их принято еще называть. Это группа инфекций, которая имеет короткий инкубационный период или короткий промежуток после употребления пищи, которая стала причиной заболевания. Обычно заболевает не один человек, а может быть группа людей или несколько человек, члены одной семьи или члены бригады, которые употребляли эту пищу. И также характерно очень быстрое и бурное нарастание симптомов. Вот это основные симптомы, которые принято объединять в группу пищевых инфекций или пищевых отравлений, как более принято говорить. Значит, ну что еще можно сказать? Какие симптомы появляются? Появляется вначале слабость, появляется недомогание общее, может быть температура, появляется боль в животе, преимущественно в верхних отделах живота. И далее тошнота, рвота многократная и уже впоследствии может присоединиться диарея. Вот все эти симптомы развиваются очень быстро, быстро нарастает слабость, сухость во рту, человек теряет даже большое количество жидкости. То есть вот эти симптомы заставляют думать сразу о пищевом отравлении. И самое, конечно, тяжелое пищевое отравление, один из самых наиболее тяжелых заболеваний – это ботулизм. Заболевание вызывается кластридией, которая находится обычно в почве, в речном иле, ее очень большое количество, попадает туда с выделениями животных. Попадая в безвоздушное пространство, то есть в анаэробные условия без доступа кислорода, спора, ботулизма начинает прорастать. Образовываются вегетативные формы, которые выделяют очень сильный яд – ботулотоксин. Этот яд в десятки разов превосходит по своей токсичности яд гюрзы и другие известные яды. Поэтому даже незначительное количество этого токсина может вызывать очень сильное отравление человека или преимущество при этом поражается нервная система и все отсюда вытекающие последствия. Обычно это чаще всего, что мы сталкиваемся на практике – это консервы домашнего приготовления, при которых не выдерживается температурный режим для гибели, споры ботулизма. Значит, температура должна быть не менее 120 градусов, чего нельзя достичь при обычной температурной обработке продуктов. И вот эти частички почвы, которые попадают при консервации, это чаще всего грибы, огурцы, кабачки, они прорастают в банке без доступа кислорода и вырабатывается ботулотоксин. Причем не всегда банка может быть бомбажной. По цвету, вкусу и запаху эти продукты чаще всего ничем не отличаются от обычных продуктов. И человек, не ведая об этом, употребляет этот продукт. Буквально через несколько часов у него появляются первые симптомы заболевания. Вначале они такие же, как при обычном пищевом отравлении. В дальнейшем, и это может быть очень быстро, присоединяется сильная слабость, рвота может быть, может быть, небольшое количество раз человек рвет. Далее присоединяются симптомы, характерные для поражения глазодвигательной мускулатуры, дыхательной мускулатуры. В чем это проявляется? У человека появляется двоение в глазах, мелькание мушек перед глазами, сетка перед глазами. Это симптомы поражения глазодвигательной мускулатуры. Далее у человека появляются симптомы поражения глотательной мускулатуры. То есть человек не может глотать вначале жидкую пищу, в дальнейшем он уже не может глотать и твердую пищу, поперхивание. Но самое тяжелое проявление батулизма – это нарушение со стороны дыхательного центра. Когда вначале это может быть затрудненное дыхание или одышка, или наоборот редкое дыхание. То есть любые симптомы поражения дыхания требуют незамедлительной госпитализации больного, уже даже не в обычное инфекционное отделение, а в реанимационное отделение. Поскольку поражение дыхательного центра, паралич дыхательного центра приводит к смертельному исходу. И такие случаи были и в нашей области, и в Украине встречаются. Но что же нужно сделать, если у вас появились симптомы пищевого отравления или батулизма? На догоспитальном этапе, то есть до тех пор, пока приедет врач, скорая помощь, или если вы находитесь где-то на природе, когда приезд скорой помощи несколько будет отсрочен, нужно немедленно сделать элементарное, это промыть желудок. Причем промывание желудка нужно осуществлять прохладной водой, лучше, конечно, кипяченой, с добавлением пищевой соды. Это 2% раствор пищевой соды, это уже как раз тот раствор, который нужен для промывания желудка. Желудок нужно промывать до чистой воды, то есть до тех пор, пока в желудке не останется ни капельки пищевого продукта, содержащего токсин или накопленные микробы. Следующий момент, неплохо, конечно, промыть и кишечник, если есть такая возможность. И обязательно принять какой-то сорбент. Это может быть активированный уголь или белый уголь, есть таблетки сейчас белого угля, его легче дозировать, или любой сорбент, который имеется у вас в домашней аптечке. В дальнейшем обязательно госпитализация, особенно если речь идет о батулизме. О батулизме можно думать тогда, когда вы вспомните, что вы ели рыбу вяленую или копченую, или сушеную. Если вы ели огурцы консервированные, грибы, кабачки и так далее. Если даже, если вы ели окорок домашнего приготовления, это тоже может быть причиной батулизма. Можно ли отравиться просроченными продуктами, которые так часто выбрасывают наши супермаркеты в виде акций? Просроченные пищевые продукты, конечно же, могут стать причиной отравления. Так как действительно срок годности определяется нормативным документом, это техническими условиями или ДСТУ, по которым готовился данный продукт. Соответственно, если истек срок реализации, то к употреблению он не пригоден. Традиция консервирования продуктов в нашем менталитете достаточно укоренна. Хоть какие-то есть признаки того, что не стоит открывать эту банку, есть эти же огурцы и все остальное? Прежде всего, это бомбаж. Если банка бомбажная, то есть сдута крышка, то, естественно, такие продукты нельзя ни в коем случае употреблять. Ну и если продукт, вы сами знаете, что, допустим, была нарушена технология приготовления, поэтому те рецепты, которые рекомендуются, то есть любой солевой раствор, содержание уксуса, сахара, это, в общем-то, способствует правильной технологии приготовления. Но для батулизма это не имеет никакого, в принципе, большого значения. Если попало большое количество или какие-то попали частички почвы, которых есть споры батулизма, то здесь уже только высокая температура, 120 градусов и выше, то есть автоклавирование, по сути. Вопрос к Сергею Анатольевичу. В случае жизни человек купил на рынке молоко, походил там по рынку, минут через 15-20 вернулся домой, молоко закипятил, а оно взяло и скисло. То есть он хотел приготовить кашу манную, не получилось. Вернулся на рынок, продавца, естественно, уже нет, в лаборатории тоже разводят руками. Кто стоит в таком случае на защите интересов покупателя? Как в таком случае действовать человеку? Что закон говорит по этому поводу? То ли обращаться все-таки в лабораторию, то ли администрация рынка придет на помощь? Можно встречный вопрос. В какой таре была приобретена молочная продукция? Допустим, в пластиковой таре. Повсеместно на рынках города есть информация о том, что реализация в пластиковой таре категорически запрещена. Но поскольку наш менталитет остается прежним, и покупать удобно, и носить удобно, все это продолжает, и это имеет место быть. Это как раз тот случай, когда недостаточная термическая обработка, некачественное мытье посуды может привести к обсеменению и быстрой порчи продукта. Лаборатория на рынке делает выборочную, да? Допустим, из кучи арбузов она берет 2-3. Конечно, да, все подряд. Но привозят на рынок, как правило, это скупщики, они покупают у разных хозяев. И где гарантия, что вот в этой куче арбузов не попадется именно напичканной нитратами? Есть процедура отбора проб, то есть от партии, и врач не может взять больше, сколько он захочет, указав на тот или иной продукт. И существует такое понятие, как партия, и норма отбора проб, и врач при этом не может ее нарушить. В осеннее время, то есть достаточно спокойная ситуация, почему? Потому что приходят большие партии на больших автомобилях, и практически они там и стоят на рынках, что ежедневно можно контролировать и проверять, и сам процесс реализации, он подконтрольный. Почему мы много говорим о стихийных рынках и небольших, где производится реализация небольших партий, там в единичном виде, вот где большой риск. Чтобы граждане понимали, что у них есть право задать вопросы и пойти обратиться в лабораторию, то есть даже в индивидуальном порядке, чтобы посмотреть тот или иной продукт, соответствует он или не соответствует. Почему? Потому что, ну, то есть, как правило, в случае выявления порчи или несоответствия какого-то, проходит спустя некоторое время, день или два, это все те обращения граждан, то есть по решению этой проблемы. То есть лучше незамедлительно, даже если есть какое-то сомнение, то можно обратиться в лабораторию, и чтобы выяснить эту ситуацию, то есть соответствует, не соответствует продукт реализуемый. Лаборатория находится в определенном помещении, и люди находятся на своих рабочих местах, и реализаторы должны прийти и принести туда продукцию для того, чтобы ее проверить. Без, это я выше говорил уже о том, без разрешения лаборатории продукция запрещена для реализации на рынке. Не так давно более 30 человек во Львовской области отравились курами гриль, которые приобрели в кулинарном отделе супермаркета. Так вот, какая же ответственность предусмотрена для недобросовестных поставщиков, владельцев, поваров таких отделов, и какие методы санитарного контроля предусмотрены сегодня на Украине для отделов, в которых продается готовая продукция для кулинарных отделов? Конечно же, отрабатываются все направления, которые могли послужить причиной пищевого отравления. Это, во-первых, транспортировка сырья, начиная с транспортировки сырья, что это должен быть определенный санитарный транспорт с санитарными паспортами, с необходимыми температурными условиями. Конечно же, проверяется набор помещений, технологические документы, по какому документу готовится данный продукт. Кур и гриль имеют свои технологические карточки для приготовления. Это тоже особая процедура приготовления этого продукта. И, естественно, на каждом этапе, если выявляются нарушения, принимаются адекватные меры административного воздействия. Это, в первую очередь, штрафные санкции. В последующем, если выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, приостанавливается эксплуатация кулинарных цехов до устранения выявленных нарушений, готовится предписание с целью в дальнейшем предотвратить случай возникновения пищевого отравления. И, конечно же, если партия есть в наличии, она утилизируется как недоброкачественный продукт и накладывается финансовая санкция на руководителя предприятия, который реализовал данную недоброкачественную продукцию. В качестве сырья продукция должна проводиться на предприятии-изготовителе. Есть такое понятие, как ведомственный лабораторный контроль. Каждый пищевой продукт имеет критерии и показатели лабораторного контроля по микробиологическим и физико-химическим. То есть каждый производитель продукции обязан проводить лабораторный контроль в соответствии с нормативным документом и выдавать качественное удостоверение или сейчас это декларация производителя, гарантировав и подкрепить это протоколами лабораторных исследований о гарантии качества по показателям безопасности продукта. Далее уже при приготовлении, когда прошёл технологический процесс на конкретном супермаркете, также руководитель должен проводить ежемесячный лабораторный контроль продукции в любой аккредитованной лаборатории. При проведении плановых проверок мы со специалистами самовинной педслужбы отбираются пробы пищевых продуктов, пищеблоков, детских и школьных учреждений, а также школ. Реализация домашних колбас запрещена, так, на рынках, но они продаются, красивые вроде бы как на вид, и многие люди покупают. Вот что Вы порекомендовали, может на что обращать внимание или как-то? Где всё-таки воздержаться от покупки? Я думаю, что лучше воздержаться. Я хотел об этом сказать раньше, что спрос рождает предложение. Покупая на рынке, естественно, само предложение будет больше и больше, но это опасно, опасно. Не стоит этого делать, потому что, то есть, единичные случаи, когда это проходит бесследно, а никто даже приблизительно не может представить, в каких условиях это может делаться. Все ингредиенты, которые нужно использовать, то, что для приготовления мясных продуктов, как оно всё должно быть по технологическим условиям, ну, оно далеко, наверное, от нормального даже. Мы в средствах массовой информации видим на телевидении, то есть, когда вот эти все подпольные цеха и тому, ну, это все крупные подпольные цеха. А представьте себе, ну, то есть, в каких условиях может так готовиться домашняя колбаса. Это, как говорится, хорошо то, что хорошо заканчивается. Сейчас много на рынках продают сухие грибы, ну, как говорят, привезённые из Западной Украины. Они, наверное, проверку никакую не проходят. Стоит ли их вообще покупать? Ну, как и домашние колбасы, у нас грибы не имеют места для реализации на продовольственных рынках. Это в частном порядке, это частные лица, которые не гарантируют качество товара, которое реализуют. На рынках города запрещена реализация грибов, кондитерских изделий, значит, колбасных изделий, домашнего приготовления. Ничего домашнего приготовленного дома реализовать нельзя нигде, ни на каком предприятии продовольственном торговле. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы и за рекомендации. А вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждём вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова